Совсем скоро прозвенят первые звонки. Пустые коридоры наполнятся смехом и шумом детских голосов. Где еще можно увидеть такое число педагогов в одном месте? Конечно же, на августовской конференции. Начали, как говорится, с приятного, а именно с наград. Городская дума отметила тех, кто внес личный вклад в образование. Также были вручены почетные грамоты от Департамента гражданской защиты населения Югры и благодарственные письма от парламента Тюменской области. Сразу после церемонии приступили к обсуждению реализации национального проекта образования. Он должен помочь войти российской учебной системе в десятку лучших в мире. Особенность национального проекта – это, конечно, есть две масштабные цели. Это повысить качество образования, чтобы наше образование вошло в топ-10. И, конечно, системная воспитательная работа, развитие личности. Будет продвигаться, потому что у нас поставлены целевые ориентиры, которые мы должны достигнуть – это реформирование, допустим, области технологии. Оно будет обязательно происходить, то есть полностью меняться содержание. Это дошкольное образование, касаемо возраста детей до трех лет, чтобы были обеспечены школьные места. Но много еще разных ориентиров. Какие ориентиры заданы в Когалыми? Какие имеются ресурсы для достижения цели? Что уже сделано для реализации нацпроекта и, главное, как преодолеть проблемы, которые сегодня имеются? Эти вопросы поднимали участники совещания. Говорили на встрече об организации работы с родителями, сопровождении детей с особенными потребностями, профессиональной ориентации обучающихся. А Елена Верховская рассказала присутствующим о профессиональных стандартах профессионала цифровой эпохи. Учитель Когалыма – это перспективный педагогический работник, который может овладеть новыми технологиями и компетенциями. А готовы ли вы, педагоги настоящего, стать педагогами будущего? Все ли из нас новаторы? Думаю, нет. Многие опасаются думать и работать по-новому, цифровому. Пока одни опасаются думать по-новаторски, педагоги детского сада «Буратино» учат детей о зампрограммировании и робототехнике. В дошкольном учреждении живет и работает умный робот. Он помогает развивать в гиперактивных малышах усидчивость и мышление. Это он и есть, правильно? Да, вот он двигается. Он умеет отличать цвета, он умеет отличать алгоритмы действий, которые ребенок может изучить. Здесь вот, как к кролику добраться до морковки. Ребенок рисует правильно, опять же, маркерами цветовое обозначение. В целом, на конференции подвели итоги прошлого учебного года и наметили планы на будущее. Обозначили и приоритетные направления. В частности, необходимо обеспечить перевод учащихся на обучение в первую смену. Юлиана Сотник, Михаил Суханов. Специально для новостей.